Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Вот сейчас мы ролик составим об одном человеке, Саварбек Алмазов, 40 лет, город Караганда, потому что неприятности от него были. Я расскажу интересную историю. Послушайте, это мне уже выставили утром на сегодняшний день. Вот теперь мы показываем форум. На сегодняшний день, на 18 марта 2016 года, сегодня у нас пятница. И вот он сфотографировался в Караганде, как я всех просил, он подсмотрел и тоже так же. Что там написано? Написано Казахстан, Республика, потом Сынец, Ишки, Министерство Караганды, областный пункт. Вот он. Вот он везде все это. Извращенец. Как о нем пишут. Я-то не знаю ничего этого. Я сам не бываю, но его уже модераторы, администрация решили заняться. И в течение одного дня все узнали. Я дальше расскажу. Вот он как. И он пишет. Игнат Тихонович, почему вы говорите неправду? Наговаривайте на людей. Сегодня увидел ролик. Вы говорите, якобы я делал какие-то ролики про вас. Головы отрезал. Головы отрезал. Порно-ролики какие-то. Мне что, заняться нечем? Как только ролики какие-то делать. Верующие люди, я не знаю точно, на людей наговаривайте. Верующие люди, мол. Да. Люди это люди, а клипы это клипы. Если я что-то отправляю, я сам пишу и отправляю. А клипы, головы, я никакие не делал. И кто их делать, я не знаю. Я свои страницы людям пишу. Это уже три дня назад, вот как он начал писать. И, видимо, в ночь вот написал. Он почувствовал что-то. Дальше. Если бы я что-то такое делал нехорошее, я бы со своей анкеты не писал. А как ваши тролли под разными никами писал. То есть, другие создавал. А кто вам эти пакости отправлять, я не знаю. Вы сами говорили в ютубе. Попы на вас разные пакости делают. Вот они, наверное, и делают порноклипы. Или что там, я не знаю. Мне 40 лет, а не 12. Ерундой занимается мне некогда. Порно, разная ерунда. Я не умею это делать. А теперь говорят, напомним. Напомним. Это кто мне выставляет, и напомним. 27 апреля 2015 года. Этот человек впервые написал Игнатию. Здравствуйте. Смотрел ваше видео на ютубе. Вы говорили, Чечню и Бушетию проезжали. Вы там проездом были или с целью приезжали. По громче говоря. Чечню или проездом. Там, где вы живете, вы всех принимаете или как. Далее была достаточная длительная переписка. 27 и 28 апреля. 30 апреля. Фрагменты сообщений сего человека. Саварбек. Отец Игнатий, вы говорили, сидели в тюрьме пять раз. Сколько лет вы сидели? Отец Игнатий, что вы думаете о колдунах, шаманах? Ваше мнение о таких людях, как Ванга, Матрона Московская? Ваше мнение о всех этих предсказателей? Если можно, сделайте ролик в ютубе про предсказатели с нахерей. А дальше это, вот который пишет, это вставку делает тот, кто мне дал, говорит, а с первого мая переписка пошла в русскую приезду в Потеряевку. Что пишет? Оттуда выбрали мы. Вы не ответили, почему не бывали ни разу в Казахстане, в Караганде? Здесь же тоже много верующих. Сейчас в интернете, по телевизору рассказывают про разные чудеса. Например, как мощи Матроны помогли избавиться человеку от тяжелой болезни. А у вас в жизни было такое, что при помощи молитвы человек неизлечимый вылечился от болезни. Вы в разных городах бывали. Почему у нас не были? У нас же тоже есть верующие. Когда опять к нам приедете, думаете, в Караганду приезжать? Не знаю, как зарегистрироваться на вашем сайте, не получается. Когда теперь нам приедете в Казахстан? А дальше поясняет. А дальше было? Далее было очень много сообщений, вопросов. Нет смысла публиковать их все. Так, 5 мая. Это кто это-то выставил, он то выбрался, и дальше пишет. Скоро буду проездом мимо ваших краев проезжать. Хотел приехать, посмотреть на вашу деревню. 6 мая. Игнат Тихонович, почем у вас дома там в поселке? Так, почем у вас там дома, Савербек? Сможете подыскать подходящий дом по нормальной цене? Так, Игнат Тихонович, вы можете найти нормальный дом или землю в вашей деревне? Нас около 10 семей. Чеченцы, ингуши. Мы бы хотели туда к вам приехать, переехать. Где ваша деревня? 7 мая. Игнат Тихонович, вы сейчас в Потеряевке. Мы через неделю будем в вашем районе. Хотели бы к вам заехать в гости, заодно посмотреть деревню, дома. Можно? Игнат Тихонович, напишите свой домашний адрес. Мы скоро будем в вашем районе, заедем к вам в гости. 8 мая. Так, дадите адрес, Игнатий. Без разрешения от нас к нам категорически запрещено приезжать. Савербек. Я поэтому спрашиваю. Я через неделю буду у вас. Там хотел заехать по делам проездом. Бизнес, если что, оплатил бы вам у вас переночевать. 8 мая. Савербек. Вообще, потерявка бы небольшая. Там, скорее всего, вас все знают. Мы 18 числа выезжаем, а на обратном пути к вам приедем. Если что, переночуем у вас. А утром обратно в Караганду. 8 мая. 8 мая. У нас тут в Караганде тоже община. У нас 15 семей. Хотим к вам переехать в Потеряевку. У нас тут около 60 человек. Мы все беженцы из Грозного. Хотим ваш край переехать. Савербек. Вы сейчас в Потеряевке, Игнат Тихонович. Мы 18 выезжаем, обязательно приедем к вам. У вас же можно будет переночевать 8 мая. И восьмое. Вот он показывает. Они где-то едут. Видите как. Я им написал, что приехайте. Кто тут начальник у вас? Начальник Тейп. Он говорит, ну все примем крещение православное. Хотим быть и прочее. Я говорю, смотрите. Тут на месте уже поговорим. Вот они. Это, видимо, им помогает. Тут что-то есть уже. И дальше какие картинки. Я их не видал сегодня. Только вот сейчас, в данный момент, первый раз вижу эти картинки. У меня переписки-то никакой не было. Это все в контактах он ставит. Дальше что? Надюрых где-то фоток с интернета он пишет. То есть это к нему не относится. Он разная пота, которые к нему совершенно не так говорят. Саварбек. Это наша община. Мы все хотим переехать в ваше село. Мы специально выезжаем 18 мая. Хотим купить землю в вашей деревне и строить там себе дома. Мы специально едем, чтобы договориться с вашим мэром о покупке земли в вашей деревне и хотим построить в вашей деревне себе дома за свой счет. Я показал видео нашим людям в ютубе про ваше село. Про вас, Игнатий Тихонович. Им так понравилось в вашей деревне. Они теперь хотят жить в вашей деревне. Рядом с вами общаться. А Библии помогать вам ездить на благовестие. На что Игнатий дал такой ответ. Игнатий, у нас деревня сугубо православная и прежде мы тщательно готовимся. Узнаем друг о друге. А так, чтобы кто-то приехал, ночевал у нас, это невозможно. Никто незнакомого человека не примет. Мусульман не среди нас. Каждый, кому разрешение на приезд выдано, строится сам. А это немалые средства нужны. Заходите в скайп. Можем поговорить с 3.00 до 17.00 по Москве. Игнатий 10. Саварбек. Так у нас деньги есть. Мы сами построимся. А насчет мусульманства мы хотим православие принимать. Вот так. Саварбек. Мы не пьющие, не курящие. Даже на праздники этими делами не занимаемся. Пчел разводить не умеем. Скотиной всегда занимались. Магазин, продукты. 8 мая. А почему именно 12-го крещения? Далее Игнатий выслал основные сообщения по порядку пребывания и крещения. Большие сообщения. Саварбек. У меня ноутбук в ремонте. С сотки захожу в интернет. Через 3 дня компьютер заберу с ремонта. 8 мая. Это я тоже не считал. Первый раз считаю. Это ко мне уже не попадало с контактов. А почему у вас дома, Игнатий Тихонович, готовые? И почему земля вашей деревни, если самому строить дом? Саварбек. Не, мы не пьющие, не курящие, не воруем. И у нас свой продуктовый магазинчик. Разводим птицу дома. 8 мая. А если купить землю в деревне, построить самому дом, сколько стоит у вас земля? Игнатий. Строиться самим нужно. Осталось 3 дома для семейных. Но они нуждаются в ремонте. Не дороже 250-300 тысяч дом. А вот сколько обойдется дом, бани и постройки, это же зависит от хозяина. Какой дом будете строить? Из кирпича, из бруса или еще из чего? От дождя можем укрыться сразу. Детей в наш лагерь Стан. Тут можем помочь продуктами, одежды. Земля у нас прекрасная, вода чудесная. Люди все верующие. Сколько у вас христиан? У нас уже есть храм и школа, и учителя. Все строились с нуля. На старом месте продавали дома, а тут начинали строиться по своему плану. Но наш устав строгий, чтобы женщины всегда были. И девочки в платочках. Мужчины не бреют бороды и усы совершенно. И все под поясок. В рубашке на выпуск. Все делается благословением священника. Он мой родной брат, отец Аким. Такое же имя у отца. Девы Марии. Как переводится ваше имя, Саварбек? Сколько у вас мужчин, женщин и сколько детей и их возраст? Напишите это сразу же. Саварбек, мы не пьем, не курим. Мы дом хотели сами построить по своему плану. Главное, чтобы строители были. Я живу с матерью, с сестрой, с одеждой, продуктами, проблем нет. Мы люди не бедные. Свой магазин бизнес. Девятое мая. Игнатий. Саварбек, чтобы наша переписка не прервалась, внимательно прочитайте снова все, что я вам отвечаю. То есть не отвечаете. И имя, что означает, не проще. Сразу. Полное ответие на все мои предыдущие вопросы. Сразу же снимите копии своего паспорта, своей трудовой книжки и своего военного билета. Сходите к городскому отделу милиции или полиции и там в Караганде сфотографируйтесь рядом с надписью на стене, чтобы я мог увидеть, что вы действительно тамошний, что все тут без обмана. И еще сделайте два фото со старейшим из ваших переселенцев, с мужчиной и женщиной, одетыми как по форме, как у вас принято. И напишите, какой вы все национальности, одной или разной. И нет ли среди вас цыган. Был ли кто судим и за что. Нет ли заразных больных. Эти вопросы и другие фото вы можете подавать в миграционную службу. Тут это может помочь, потому что мы постараемся как-то помогать вам. Ибо наше селение это как бы одна семья. Саварбек. Насчет цыган у нас нет цыган. Насчет копии это понятно. Вот насчет руку-колову приложить, для чего и левую поднять КВК. И для чего насчет судимых у нас тоже нет. Никого судимого. 9.05. Вы что, не верите, что мы с Караганды? Вы сами не собираетесь в Карагану, если бы были здесь и увидели бы нас. Вот он. Саварбек. Мне это не проблема. Завтра сделаю фото у милиции. 9 мая. Бороды у меня нет, а курить и пить, воровать этим мы не занимаемся. Сам терпеть могу пьяниц и пьющих людей. Саварбек, я готов креститься и ехать жить туда, и наша семья, и другие. А другие люди насчет переезда пока думают. Боятся новый город, новые люди, пока не знают, хотят или нет. А я хочу переехать, посмотрел по ютубу, понравилось. И деревня, и природа, и то, что нет алкашей, наркомана. Видите, как он так говорит. А я же не вижу. Вот он сфотографировался. Пожалуйста. И он сделал фото у милиции только одного себя, хотя Игнатий просил людей и же с ним. 9 мая 2015 года, как Игнатий понял всю суть лукавства и обмана, и написал. Об одном вас и речи не было, а только 60 человек, которых мы готовы принять как христиан. В данном случае вы говорили неправду, а это у нас первое условие продолжения разговора. Не лгать, не пить, не курить, не сквернословить, не воровать. На этом нашу с вами переписку полностью прекращаем. Храни вас Бог. Далее, 17 мая 2015 года, то есть всего через 6 дней после отказа Саварбеку, в Одноклассниках проявляется лжестраница Игнатия Ивоси, непонятное фото с неизвестными людьми. То есть как будто моя и лжестраница. Лжестраница и точный адрес отчетливо видны. Также и даты 17 мая 2015 года. Это работают наши люди, программисты, администраторы, модераторы. Они все это нашли и подают мне. Вот моя страница, моя фотография. А я там и не бываю никогда. Вот посмотрите. Одна, вторая. Что тут вот это означает? Какие-то шапочки, люди, тут зубы какие-то вставлены. Видите как. Что вот это означает, непонятно. Дальше. Как видим с надписи на последнем, фото были переделаны на телефонное, на андроиде, в специальной программе с такими, увы, шуточками. Изучив программу, стало ясно, что сделать такое в этой программе не составляет никакого труда. То есть Аэрвек уже и сегодня, возмущаясь, говорит неправду. Мне 40 лет, а не 12. Ерундой занимаются. Мне некогда. Порно, разная ерунда. Да я и не умею это делать. Так как умение там-то и не требуется. Требуется... Это уже отвечает, кто пишет. Умение там не требуется, только дурь в голове и наличие телефона. Обращение к жителям города Караганда. Посмотрите вам фото выше. Возможно, вы узнаете кого-либо из этих людей. Но даже без этого станет понятен ход событий. Слишком уж много совпадений, чтобы взять и поверить Саварбеку. А совпадение списать не на случайность. Дальше. Далее 17 мая 2015 года и по март 2016 года. Почти год сначала понемногу, а дальше больше. Все эти стали появляться. И еще фейковые страницы Игнатия, на которых Игнатия... Погромче говоря. ...изображался в виде аналогичного примерами выше. Потом куча фейковых страниц с женскими именами, с которых лилась пакость. Примеры 10 января 2016 года. Королева Мария. Все те одноклассники. Игнатий Тихонович, сделайте опровержение в Ютубе. Дудин такие гадости говорит, якобы у вас потерявки Содома Гомора. Повторно. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. У меня к вам вопрос. Вот я общался с одним уважаемым человеком, священником, Сергеем Дудином. Он такие вещи говорит... Он такие вещи говорит про вашу общину. Часто смотрю ваши ролики и неужели... Не верится. Не верится. Неужели это правда? Почему вы не сделаете опровержение в Ютубе? Он говорит, Сергей Дудин, что у вас в стане разврат. Занимается блудом. Еще он говорит, якобы Сергею Пупкову и Никита гей занимаются Содомом. Сделайте опровержение в Ютубе. И еще Сергей Дудин говорит всем про вас, что вы держите Никиту и Володю Паченко у себя в качестве рабов. И они работают на вас. Где-то подрабатывают, а вы забираете у них деньги и держите их за пайку хлеба их. Ну, теперь ты рядом сидишь. Вот если бы такое было... Ну, допустим, ты принял это дело. Ну, занимаетесь вы блудом где-то там? Нет. Нет. Ну, теперь я забираю у вас деньги? Нет, не забираю. То есть еще нет. Вот ты сидишь в свете. Или еще? И еще ответ Марии от пользователя Александр Майданников. Царевна Лягушка. Квакушка. Посмотрите несколько любых роликов Игнатия Лапкина. Если у вас осталось хоть еще капли мозгов, то подобные бредовые вопросы задавать более не будете. Впрочем, по всему видно, что ты еще та козадраная. То есть он ей говорит, как будто бы она... Это один человек выставляет. А этот человек, кажется, даже не православный. Видите, какие мысли ей дает. Тогда же недели раньше активность пошла ВКонтакте. Вот лежит и женщина. Что пишет? Сергей Дудин про вас говорит. Вы этим занимаетесь встание. Дальше. Савва Савушкин. Мы хотели приехать к вам жить с женой и сестрой. А нас один священник Дудин, фамилия Сергей, напугал. Сказал, что у вас секта. А вы сектант. У вас в пол на луне шабаш. Все раздеваются до гола и устраивается в Содом и Гамору. В Содом и Гамору. Дальше. Видите, подразумно. Савва Савушкин, видимо, разное. Это ролики, да? Да. Да. Православный проповедник Игнатий Лапкин. 20 декабря, 2 января по новому стилю совершается память священномученика Игнатия Богоносца. 107. Тропарь Игнатия Богоносца апостольских нравов подражателю и престола их с наследниче, архиереев удобрения, мучеников слава, богодухновения, на огоне меч и звери дерзнул и северы ради, и слово истины. Ну понятно, что-то такое тут. Дальше. Отец Сергей Дудин опроверг свою причастность к этому. Да и чувствовалось в его словах непричастность к стиму. Далее. Вот это вот Сергей Дудин опроверг, это кто поставил, он пишет, это не Саварбек. Далее уже практически ежедневно сыпались переделанные фотографии Игнатия Лапкина и Надежды Лапкиной. Они имеются в архиве и если нужно, будут предоставлены в полном объеме. Но это потребуется в прокуратуру. На фотографиях изображались Игнатия Тихоновича и Надежда Васильевна Лапкины в непрестольных порнографических сценах. Фантазия автора зашла так далеко, что ей, в кавычках, позавидуют и самый извращенный извращенец. Перебрана всякома судра и не обошлись стороной и однополые отношения даже в сексуальном аспекте. 20 января 2016 года начались сыпаться фото и тексты с одной из лжестраниц. Здравствуй, брат. Игнатий, брат мой, я еду к вам. Игнаша, брат, почему молчишь? Ты меня боишься? Сергей Дудин сказал, вы одержимые. Секта, это правда. Игнаша, ты где? Хочешь такую девчину? Таким нечего написал, тоже похоже кто-то там. Ну давай, давай, ну и чего? Здесь прикреплены были видео, где мужчина уткнулся носом женщины голой в пятую точку. Сережа Дудин сказал, к вам приедет, будет что-то потерявки всех подряд. Изгонять из вас одержимость, срамное слово без звездочек. То есть это уже сказали. Вы боитесь меня, Игнатий, поэтому блокируйте, не отвечайте, прячетесь. Вы трус Игнатий. То есть куда он пишет, что вот я сейчас в данный момент первый раз это все вижу и слышу. Я не знаю даже это где он, в одноклассниках, я там не бываю нигде. На что со стороны Игнатия было предложено показать свое истинное лицо, пообщавшись в скайпе? Нападки продолжились. Зачем на скайпе могу потерявку приехать к вам и вживую поговорить с вами? А страницу мы с отцом Сергием завели Дудиным. Он не закрывает, говорит, вы сектант. Вы боитесь Дудина, поэтому не вступайте с ним в диалог в Ютубе. Он прав. Вы хозяина всех, кто у вас потерявки, ваши рабы. Особенно Никитка. Он сам жаловался Дудину, что вы унижаете его, не кормите досыта. И издеваетесь над ним. Он жаловался Дудину, что не пускаете его к нему. Это не было. Повернись. Повернись туда, чтобы тебе было видно. Было такое? Нет. Переписка там у меня есть с Дудином, если я не удалил ее. Игнатин Дудин отрицает это. Запишите на видео, где он это говорит, иначе вы просто слухи разносите. На что Пакостник ответил. Как я запишу, у меня уже не телестудия. Он сам говорил, вы с сектой набираете людей, чтобы они потрачили. И Никиту к нему не пускаете. У меня на страничке. Посмотрите видео, как вас скулят. И одно видео с Дудиным там. Ну да, Дудин говорил то другое. Но это Дудин. Говорил он. И что, проще там. Да, он говорил это. Ну и что из этого? Дудин говорит, что вы не духоносный. Да, говорил, не духоносный. Ну и что дальше? Ну вы разговаривали с Дудиной по Ютубу. Так вы духоносный или нет? Дудин говорит, не духоносный. Ну ладно, Дудин. Девять роликов. С Дудином были хорошие отношения. И вот как сбесился поп. Гоняется за этими роликами. Везде там взламу. Это в самом деле это было. Чтобы нигде про него не знали, что были хорошие отношения. Но они хорошие. По всему эфиру их распространять будут. Хорошие беседы. А сатана, говорит, вошел под ребро. Ну и теперь гонит ерунду. Игнать Тихонович, так вы духоносный или не духоносный? А, значит Дудин был прав. Вы не духоносный. Вы духоносный или нет? Дудин говорит, нет. Еще он говорит, Сергей Попков гей забрал к себе Никиту. На две недели дел с ним в садом. Говорит, Никита был малакие у Сергея. Вы духоносный или нет? Дудин говорит, вы молодежь развращаете встанье. 26 января. Игнаш, хочешь такую? Далее выложили два порно-ролика с половыми актами. Игнаша, она так хочет. Они хотят оральные ласки. Далее были выложены ролики, где мужчина лишит половые органы женщине. Фу, срам какой. Потом извращенец пошел дальше и стал в такой же позе, как в ролике подставлять голову Игнатия. А еще далее в ход прошли извращения, сексуальный характер над Надеждой Васильевной, Лапкиной. С десяток фотографий подряд. Пакостник стал оправдываться. Это не я, это Дудин сделал клип и перекинул нею. Это Дудин чем занимается-то? Поп. Вы сказали, что у Дудина нет ни одного ролика. Вот он сделал ролик и просил меня скинуть вам. Его сказал ролик от него. Вот Дудин-то, отвечай теперь. Ну, в общем-то так, этого демона лжи запустили-то до Дудин. В самом деле, это все на нем висит. И что этот вылез-то, но в то же время положительно, что он вылез. Теперь можно уже разговаривать. Нет, он сказал мне скинуть, может боится с вами в дискуссии входить и через людей просит чужими руками. Наверное, хочет делать зло. Далее шло великое множество... А дальше, ты дальше... А далее это уже... Ну, кто там выставил мне это и пишет. А, далее шло великое множество фоток Игнатики. Игнатия всячески изуродованы. Ну, ты видишь, что другое-то. Ну, маленько меняй. Тон-то. Он продолжил. Дудин говорит, вы недухоносный и ворчливый. Далее пошли серии трудных звуков, издаваемых в пятой точке, различной тональности и продолжительности. Вот на чем делают. Игнатий Тихонович, так вы духоносный или недухоносный? Здорово заделай. Далее фото с часами Игнатия, несколько штук в красном новогоднем колпаке Деда Мороза. Дудин сделал для вас фото. Дудин был прав. Вы недухоносный. И далее еще более десятков фото о переделанных Игнатии и Надежды. Отец Сергий Дудин хочет быть вашим сыном и жить у вас. Он духоносный. А вопрос, а вы духоносный? Пакостный дал вполне однозначный ответ, что Дудин и его считают вполне духоносным. Я верю. Вот этому я верю. Для Дудина все духоносные, самые одержимые, самые пакостные. Лишь бы чаще причащались. Дудин там нагонит вам легион. Да, Дудин говорит, духоносный. Слово духоносный сколько раз повторили? Дальше. Дудин говорит, и вы Никиту мучаете, не кормите. Говорит, вы специально по Ютубу заставляете его неправду говорить. Неправду говорит. Отпустите Никиту к Дудину. Он голодует, наверное. Или голодует, не мучайте его. Дудин говорит, Пупков и Никита, они духоносный. Сейчас еще раз. Дудин говорит, Пупков и Никита, они духоносный Дудин. Говорит, Никита Малакия. Малакия это тот, над кем делает грех Содомский. Игнат Тихонич, это Светлана. Она хочет по Теряевку приехать. Можно? Можно и приехать по Теряевку. Она хочет по Теряевку к Никите, а она влюбилась. Что это такое вообще? Поговори, чтобы тебя видели. Он в тебя влюбляется тут. Дальше. Далее продолжилось снова изделками в виде фото в многочисленном количестве. Игнатий, мы со Светланой едем к вам на днях. Приготовьте нам кровопищу. Я не могу. Мы временно поживем у вас. Но мы не построимся. Предупредите Надежду Васильевну. Игнатий Тихонич, вам нравится Светлана? Хотите ее? Понятно. Света хочет вас. Она будет второй вашей женой. Она ее в Теряевку. К вам жить будет у вас дома. Разрешите Свете приехать к вам? Напишите точный адрес вашей в Теряевке. Светлана завтра выезжает к вам. Какой адрес? Ладно. Как приедем в Теряевку, спросим у людей, где ваш дом. Сами приедем к вам. У вас сколько комнат в доме? Нам со Светой хватит места? Мы временно у вас поживем. Будем помогать вам. Ну все, договорились. Будем жить у вас. До встречи. Мон Шер. Мон Шериф. Дальше. Далее следовало опять великое множество порно-картинок и видео с участием Игнатия. И далее было видео порно двух мужчин без лица. Только район половых органов. И текст. Это Сережа Пупков с Никитой. Они это делали. Мне видео выслали. Игнаша, я тут. Дудин заставляет меня слать вам это. Сказал из монастыря выгонит, если не пошлю. То есть как будто он семинарист. Никитка, беги от них пока не поздно. Едь к Дудину, он спасет и поможет. Далее шло не один десяток видеороликов. Все порно с комментариями в том же стиле. И нет смысла выкладывать их все и дальнейшие издевки. Это пишет, кто отписал. Дальнейшие издевки. Последнее сообщение было от 12 марта 2016 года. Даже читать такое противно. Прими подарок Игнаша Старый Ишак. Хочу заняться с тобой. Но я не буду это считать. Ну считай, считай. Любовью писька стоит. Любишь письку. Лизать хочу уральный секс. Трус прячешься, блокируешь. Выложены из листья, чтобы показать почек человека. Также для ознакомления с жителем Караганды. Которые смогут опознать маньяка. А ведь он может быть опасен для общества и города Караганда в целом. Надо обращать к жителям Караганды. Вопрос ко зрителям. Первое. Есть ли, на ваш взгляд, сходство в стиле ошибок Саварбека и этого извращенца? Второе. Не очень ли много сходств в этой датах событий, начала всего этого, а также желания и Саварбека, и извращенца всеми силами попасть в Потеряевку? Рекомендация к жителям города Караганда. Опознать и принять меры. Ну, к жителям Караганды обращаюсь. Тут все уже проверено. Сейчас я скажу, как это было вчера. Ну, видно, что остановить как-то надо. Потому что даже на Наполеона, когда он был, Суворов говорит, пришло время, говорит, парня останавливать. Ну и вот останавливать. Я сейчас буду по порядку ото все говорить. Что то есть есть. Что тут? Обращаться в суд, вот последнее, потом ФСБ первое самое. Так, ну давайте. Вот, пояснение о том, это из книги к истинному православию. Пояснение о том, можно ли обращаться в гражданский суд к христианину. Дальше. В Ветхом Завете Библия. То есть прямое указание не щадить. Второзаконие, 19 глава, 15-25 стихи. 19, 15, 20. 1600 лет до Рождества Христова. Дальше Рождество Христова. Второе. Второе. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. Притча Соломона, 19 глава, 5 стих. Тысяча лет до Рождества Христова. Третье. В книге пророка Даниила, 13 глава, повествуется о том, как два старца, судей-старейшины, по предварительному сговору оклеветали красивую и богобоязненную жену Сусанну, бывшую замужем за очень богатым и почтеннейшим из всех. Сусанну путем шантажа беззаконные судьи принуждали к сожительству с ними, якобы имя захваченную в момент прелебодеяния с юношей неким. За отказ отдаться им они оклеветали ее, и суд приговорил ее к смертной казни. Но молодой юноши Даниил, уже близ Эшафота, произвел допрос, вывел истину и поступил с ними так, как они зло умыслили против ближнего, по закону Моисееву, и умертвили их. И спасена была в тот день кровь невинная. Стих 62. Второй память 30 декабря, новый стиль, 600 лет до Рождества Христова. Видите, как там у нас, с каких лет показаны годы, дальше в многом забейте. Первое. Я писал вам, не сообщаться с тем, кто остается злоречивым или пьяницей, с таким даже не есть вместе. Внешних же нечленов церкви судит Бог. Итак, изверните разрешенного и среди вас. 1 Коринфянам 5.13. Первый век по Рождеству Христову. Второе. Разве вам позволено бечевать без суда? Деяние 22.25. Первый век по Рождеству Христову апостол Павел говорит. Третье. Павел сказал, я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судимым. Деяние 25.10. 26.32. Четвертое. Апостол Павел сказал, я принужден был потребовать суда у Кесаря. Деяние 28.19. Да. Третье. Книга правил. Первый девятый век по Рождеству Христову. Суд должен производиться не по вражде, пристрастию или человекоугодию. Карфагенское 16 правило, 318 год. Вот. Обвиняемый может отводить подозреваемых им судей. Кирилл первое правило. И может просить нужного времени для своей защиты. Да. Не должно принимать доносителей, у которых одно из многих приносимых ими обвинений уже было исследовано и осталось недоказанным. Карфагенское 145. Обвинение. Видите как, что если обвинение не исследованное, не доказано, значит и так дальше. И какие хорошие законы были? Обвинение от одного, даже епископа, не приемлется. Карфагенское 147. Кто не явится по повестке в суд, по нужде и в двухмесячный срок, не должно быть в общении, наколе не отчислиться по делу. Карфагенское 28.29.90 правило. Верующим разрешается просить гражданские власти для обуздания пренебрегающих повеления Божие и царские. Уголовный гражданский кодекс. Для обуздания таких и приведения в порядок. Карфагенское 78 правило 59. Двукратный собор 9 правило 861. Это я специально все прошел. Это моя наработка. Непокорных и питьями предавать гражданской власти, причиняющих другим обиды отлучать. Феофил 14.385-412. В каком году, когда было принято, видите какие данные, можете брать себе. Это материал очень ценный. В книге к истинному православию. В церкви должны быть исполнители, которые наблюдают за исполнением выходящих указов и постановлений и не оставляют без исполнения их по уклонению или упорству. Карфагенский собор правил 108. У нас наблюдатели и исполнители, вот у нас приняты какие решения. Как женщины одеты, среди мужчин и женщин избранные люди, которые смотрят за этим. Не достает времени процитировать законы, правила святого царя Греции Юстиниана, замужеложства и скотоложества, повелевающие отрезать детородный член, клевить лоб каленым железом и ссылать в рудники. Сравни регистрацию секс-меньшинств мэром Москвы Гавриилом Поповым, бывшим, и прочие указы святого царя Христианина. Святого царя Христианина. Итак, верующий может искать защиту от беззакония и мирской власти или просить ходатайства других о том и о пересмотре его дела. Бытие 40.14. Около двух тысяч лет до Рождества Христова. Иосиф сказал, находясь в тюрьме бессрочно, Сделай мне благодеяние и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я ничего не сделал. За что бы просить меня в темницу? За что бы бросить меня в темницу? Это вообще не слово какое-то. Я понял, да. Так, и апостол Павел говорит, требуй сюда кесаря. Это совершенно нормальное состояние. Можно судиться с епископом, даже правила говорят, с епископом. Если только касается, что-то отнял. И вот дальше посмотрим. Пока просто показать надо. Вчера я решил написать. Здесь надо добавить еще. Копия была, это копия, в краевую прокуратуру. Там я пошел. Интересно, вот вчера у меня тут изменения кое-какие были во мнении. Я кормлю собакой, две собаки появились, он и она. То есть скобель и сука. И видно, они уже с тобой дружные. Других собак обижает и все себе забирает. Я стараюсь сначала этих трусливых накормить-то. Но трусливые сразу хватаются и бегут. И вот вчера я пошел, договорился с братом, за мной на машину полдесятого. А накануне я созвонился в ФСБ, узнал во сколько, какой прием, кому прийти. Ну, взял в подарок пять книг. Новый завет, трехтомник, для слова Божия, не туски, если православию подарить. Все считается взяткой, кроме книг. Что интересно, а почему? Да никому они не нужны. Какая взятка? Кто за книги пойдет? Хотя это самое ценное. И вот я вчера стоял, стоял, ждал на улице, уже застыл. Ну и пошел. И эти две смелые собаки за мной пошли. Который высокий кобер, серый, такая, ну, палево пятами, с ученкой за ним. Я говорю, я иду далеко, идите домой. Никаких, идут рядом и все. Я прошел отсюда, дошел до Ленинского проспекта, повернул и они за мной. Перехожу улицу, они знают, как переходить. Я подошел к зданию КГБ, оно ограждено оградой такой, и люди заходят, и калитка открывается. Они прям лезут, я их кое-как выдержал. Когда я зашел, и там через дверь смотрю, они сели перед дверями, люди боятся в КГБ зайти. И ничего делать с ними-то, я не знаю-то. Вот верность какая. Ну, вчера просто настолько интересно было. Ну и дальше была встреча, в КГБ беседовали, и я отдал заявление. Отдал в Краевую прокуратуру. Считай, четко ясно. В Алтайское краевое управление ФСБ от Лавкина Игнатия Тихоновича. 1939 года рождения. Проживающий по адресу 656-056, город Барнаул, улица Ползунова 6, телефон 24-38-46 и 88-961-230-70-60. Я хочу сказать, это вот который телефон здесь дан, но перед этим нужно 385-2 ставить из другого города. Вот здесь вот. А это мобильный, ну само по себе. Я пишу. В данное время я пенсионер, являюсь старостой крестовозвиженской православной общины в городе Барнауле, начальником детского православного трудового лагеря Стана, находящегося возле поселка Потеряевка, Мамонтовского района, Алтайского края. Ко всему, что будет ниже сказано, прилагаю документы. 77 при личной беседе. То есть 77 документов. Документы там от Лукашенко, от Рамзана Кадырова. Я показываю там документы, чтобы мне поверили. Фотографии я с мэром рядом, религиозные деятели. Книги, журнал милиция принес, где там огромная статья, центральный журнал милиция, Министерство внутренних дел, чтобы они мне поверили. Ну и правда, документы большую роль. Там беценат столетия. То есть меня постигает не на меня, а на дело, которое я делаю. Дальше. Как православный проповедник и миссионер с 53-летним стажем в этой деятельности, только за три летних периода с миссионерской группой посетили около 600 городов и районных центров. Начиная от Портонаходка до Лиссабона, Португалии. Прошли Турцию, Скандинавию, Прибалтику. И везде, во всей библиотеке дарили мои 38 книг, вышедших за последние 9 лет. А также Великобританию, Шотландию, Ирландию, США, Грузию, Армению, Азербайджан, шесть мусульманских республик. Книги, несущие свет и мир. Они все есть и в Алтайской краевой библиотеке. Второй Коринфянам 9.6. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Интересно, который принимает в КГБ вчера, а что вот это означает? Я говорю, да из Библии. Из Библии. Коринфянам он не знал. Книги-то видели. Эти? Эти видели. Библиотеки президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Подарили также Медведеву Дмитрию Анатольевичу. Анатольевичу, патриарху Кириллу и многим архиереям и священнослужителям. Конечно, это не нравится губителю душ человеческих к сатане и дьяволу. И он избирает себе таких же служителей, которые поносят святое дело благовестия о Христе и Иисусе. О том, что он ждет обращения каждого от злых дел, а тем и к свету. А это возможно только через принятие Спасителя Христа своим Искупителем. Представьте, для них такое заявление. Я видел, как считали. Потом пошли к секретарю. Это ФСБ. Я говорю, у меня только генерал увидите. И у них генерал, начальник, и все. Я с ним буду разговаривать. Один из них Саварбек Алмазов из Караганды. Он делает всякие мерзости, как сообщали внемодераторы наших ресурсов. Он лепит порнографические фото, представляя к ним фото моей головы и жены. Программисты смогли найти его, но повлиять на него, сказать ему о Суде Божии об ответственности за свои поступки нет выхода на него. Не могут. На нашем форуме в теме «Вопросы Игнатию Тихоновичу», на которые люди ждут ответа, на странице 360-й, три фото Алмазова. То есть это вот я сказал, какие где? Саварбека. Ну а теперь получилось, что больше. Это за ночь поступило, ночью. Последнее, что читали. Я проходил по вашему ведомству дважды. В 1980-м и в 1986-м годах. То есть меня арестовали, сейчас там было. Было там, ну я и знаю. Мое дело и арест проводил полковник в отставке Юрий Михайлович Никулий, настоящий интеллигент, Марк 16-15. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей тварей. И они тут уже узнали про него, пришел и все, посмотрели уже. Деяние 8-4. Притча 16-7. Дальше, если при вашем ведомстве есть библиотека, то я могу подарить вам все мои книги. Прилагаю визитку с адресами ресурсов и телефонов. Ну дальше, заходите на наш сайт. Мой мир. Мой мир. 18 380 наших фото. Наш аудиоархив на Яндексе. Новый сайт ВКонтакте, ссылка. И форум. 5587 тем. Наш видеоканал, ссылка на YouTube. Здесь более 4200 наших видеороликов. в YouTube. Игнатий Лапкин, 17-го, 0-3-го, марта 2016-го года. Вчера. Поставил. Ну, ПСБ, правда, я говорю, ну, вам все эти не преподают, это у них, мы знаем это, ну, какие дела делают. А это вроде другое государство. Это, понимаете, это не наша компетенция. Это у нас говорит о том-то, я говорю, ну, хоть не ваша компетенция, но вы же можете, там тоже КГБ. Это, знаете, это краевая прокуратура у тех, там сразу. И правда, мне подсказали где-то. Поэтому я оттуда отправился в прокуратуру, и сразу мне сказали дописать вот здесь вверху еще прокуратуру, и приняли все. Записали, зафиксировали. Дело приняло, принято расследованию. Сегодня я думаю написать и отправить самим заказным письмом прокуратуру Кемерово. Так что никакой Саварбек это не перехватит, ему никто не даст. Я прошу всех помолиться об этом деле. И кто смотрит из Караганды, помогите. Найдите этого человека и поговорите, что так не делается. На одном обмане, на пакости. Его боятся некоторые, он на них говорит. А сейчас от них он отошел, все на вас переключил. Я ничего этого не знаю, я не доказываю, потому что я не писал, не знаю, я там не бываю. Но мне дали, модераторы прикинули эти материалы, видите, обрабатывают, тянут время. Вот если Господу будет угодно, то можно его усмирить. И все равно, когда человек думает, что он может творить пакости, а люди потворствуют, это неправильно. Надо смотреть, можно или нельзя. Апостол Павел не сказал, ну убивайте меня. Нет, в корзине бежал, а в другом месте 470 воинов его охраняли и повели, потому что племянник сказал, готовится убить. Так что, ну всякого мудреца, хватит простоты. Я думаю, вопросов нет никаких по этому? Нету. Нету. Так, может что-то я упустил, не сказал? Ну давай еще раз посмотрим, как он выглядит, этот сабарбек. Вот. Вот он что-то, это строит где-то, показывает, вот это, разное это. Вот он где. Вот он где. Он сфотографировался прямо, ну неоткуда доказать где-то. А если бы это было все правильно, приехали 60 человек, представьте, как было бы приятно, и, ну, не оставили бы их, но деньги есть, все бы строится. Зачем ему это надо, не знаю. А вот он извращенец, такие неженатые, как правило, и какой-то он, то что-то там где-то сватался и прочее, там я не знаю, что там говорят про него, там нет, и теперь вот он такой, ну, а я при чем здесь? Я при чем? Я же сказал, чем я занимаюсь. Бьете-то не по мне, а думаете дело. Там Дудин сказал, Дудин за свое отвечать будет. За него мы молимся, я за Дудина, каждый день молюсь, каждый день, чтобы Бог дал ему квартиру. На меня это никак не действует. Вот, из-за Саварбека. Я просил вам пояснить, что такое Саварбека означает, какой перевод. Вот я с Самирой переписываюсь, я говорю, а что означает Самир? Она говорит, собеседница. Ох, как подходит. Вот Игнатия означает неведомый, неизвестный, из греческого. А с латинского огненный, огнепальный, огненный, как Серафим, это одно и то же имя. Ну и все на этом. Благодарю, Никита. Ты к Дудину поедешь? А? Повернись туда, чтобы видно было так. Ну, хотел бы поехать папом стать, он же тебе предлагал семинарию-то. Да мы же-то решили вроде уже, говорили об этом столько раз. Что вы вас искушаете-то? Значит, не поедешь. Ты чем занимаешься сейчас? Деньги-то мне приносил, кто-то заработал? А, да нет, не приносил. У тебя и денег-то нету. Ну как нету? Есть деньги у меня? Деньги есть, да. Питаешься хорошо, доволен? Хорошо, да. На Камон ходил? Ходил. Вот у нас первую неделю постятся так. Понедельник-вторник не пить, не есть, по правилам. В среду один раз. В четверг не пить, не есть, а в пятницу один раз. И мы это не держали никто. Я не могу, у меня такие судороги. Я ночью ставлю, не могу, у меня обезвоживание организма. А ты держал. Это тебе полезно. Полезно? Полезно. Вот видишь как. Добровольно это делал? Добровольно. Вот, у нас, видите, у нас нет хождения, в храме полная тишина, и мы выставили ролики. Я не знаю, почему они на четыре части разорваны про Андрея Критского. То ли тогда записывать нельзя было, или чего-то, это 12-го года еще. Все на этом. Претензии ко мне какие-то есть? Нет, она тихонет. Ты свободен? Тебя не загипнотизировали здесь? Нет. Зазомбировали, может? Я не гипнотизировал. Гуру-то перед тобой сидит? Какие наши отношения? Хорошие. Хорошие. В лагере ты был, я тебя там, говорится, трамбовал все лето. Тебе полезно было? Полезно. Вот видишь как, работал. Но ты говоришь, без принуждения, добровольно? Да. Мама твоя знает, где ты находишься? Знает. Одобряет? Одобряет, конечно. Ну да. То есть ты уезжать пока не хочешь никуда? Нет. На лето собираешься в лагерь? Собираюсь. Видите, мы не обещаем ни денег, ничего нет. У нас прокорм будет. Но кончилось лето, я постарался еще и денег достать, рассчитаться. Так было? Так было. Так и с Володей, и кто работал. А у меня ничего нет, потому что у меня пенсия 6200 рублей. Тут взять нечего. И три копейки там. Ну, ты рядом сидишь, ты разбираешься в компьютерном деле. Я как еще Никита, только слово. Он уже рядом раз, ткнул какую-то кнопку, опять у меня все направилось. Саварбек, если ты это будешь смотреть, моя просьба, не делай этого больше. Во-первых, мне повредить никто этого не может. Ничем. Повредить никак нельзя. Я на Бога надеюсь. А ты обманул. Если бы не обманул, представь, был бы здесь уже. Все было по-другому. Бороду брить не надо, Саварбек. Понимаешь, если ты рисуешь что-то, и ты мусульманин, так нарисуй на Магомеда, на Мухаммада эти картинки-то. Тебе подскажут, что-то делать нельзя. Рисовали датские, что с тем закончилось? Во Франции там или рисовали какая-то что-то где-то, что с ними было? Пришли, расстреляли, и все. Ты знаешь, не можешь трогать, где нельзя. Меня собаки охраняют. Интересно, я прихожу, они дома уже долго сидели. Я даже хотел выйти и сказать, посидите пока. Вышел, нет никого. Но я другим путем через прокуратуру. Ну и книги подарил, пришел, вернулся домой. Все. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.